Всем привет! С вами Аристократ и Лария. А это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. И сегодня у нас в обзоре очередная фигурка от компании 3A. Фигурка вышла в рамках линейки Смертельные маски. О данной серии фигурок мы рассказывали ранее в наших видео. Напомним, что в фтилистике Дезмаск компании было выпущено 6 фигур. Сегодня в видео мы расскажем о фигурке Дезмаск Арчер энд Морд Бомбина. Дизайнер фигурки уже известный нам художник Эшли Вуд. В июне 2015 года были открыты предзаказы на фигурку. Информация о лучнике появилась в начале 2013 года и он должен был стать частью Tomorrow King Клаба. Но так как вовремя не вышел, в него не попал. В итоге, когда фигурка была выпущена, она была выпущена в двух экземплярах. Классический Tomorrow King и версия Дезмаск, которую мы сегодня вам и покажем. Размер фигурки 30 см в масштабе 1 к 6, а ее стоимость на момент релиза составляла 140 долларов. Коробка из плотного картона, без окошек, с артом лучника по всему периметру. Сбоку есть ряд логотипов, один из которых от компании 3A и название фигурки. На одной из сторон есть предупреждение о том, что товар не предназначен для лиц младше 15 лет, так как содержит хрупкие и мелкие детали. Ну что, давай приступим к распаковке. Я думаю, что тут мы отпадемся без ножа. Беремся, я буду его вскрывать. Замуровали демоны! Открывается. Сейчас мы это выясним, и вы это узнаете. Мы разобрались. Смотрите, вот здесь она заклеена вообще сплошным просто вот наклейкой с картинкой, и ее нужно разрезать здесь по контуру, чтобы снять крышку. Ну, по крайней мере, мы так думаем. Не надеемся. Может быть, это не так. Нет, видимо, так. Это так, да? Близко. У нас с нашим ручником и постер. С комиксом? Да, на одной стороне мы видим комикс. Перевод его вы найдете в нашей группе, но в общих чертах здесь о том, что лучник получает, соответственно, последнего, вот, этот самый бомбина, это последний Tomorrow King, которого он должен защищать от Мортиса. Вот, и он, соответственно, в конце он должен его охранять и передать банде Seven Bonds по истории. Перевод подробный, еще раз повторюсь, мы выложим обязательно в группе. А ссылка на группу есть в шапке нашего канала, и дадим ссылочку в описании под видео. С другой стороны мы видим постер с лучником, полный рост. У нас версия, собственно, Death Mask, вот он изображен. Давайте приступим к обзору фигурки. Так, Снимаем верхнюю крышку. Вот он у нас, сам лучник. Защитные пленочки у него везде одеты на голове. Стоит. Вот, какой-то самый Морт Бомбина. Две кисти запасные. И нижний блистер, который приклеен к коробке. Сейчас мы его устроим. А это на него пончо. Нижний блистер содержит у нас пончо, гранаты с черепушками. Как у всех версий Death Mask, целых 6 гранат. Кожаный колчан с металлическими стрелами. Целых 4 металлических стрелы. Прям металлические? Да, они металлические. Конечно, не металлические. Лук. И, соответственно, лук с тетевой. Достаточно неплохо сделанный, кстати. Ну что, кратенько про комплектацию мы вам уже рассказали. Сейчас, я думаю, мы делаем крупный план и покажем фигурку во всей красе. И немножко еще расскажу. Одежда фигурки максимально детализирована, как и у всех фигурок от компании 3A. Все пряжки, карабины и молнии, которые есть в достатке на множестве сумок и подсумков, надетых на фигурку, расстегиваются. Пончо, рубашка и штаны выполнены из ткани с частичным нанесением рисунка. В комплекте с лучником идут две пары кистей. Пальцы одной из них согнуты под стрельбу из лука. Сам лук выполнен в футуристичном стиле. Его тетева выполнена из лески и действительно тянется. Также есть колчан, сделанный из натуральной кожи, в который вкладываются четыре металлические стрелы с разными наконечниками. Видимо, для выстрелов с разными видами повреждений. Есть еще гранаты с черепом на каждой, которые можно навесить на фигурку. А вот и бомбина. Это тот самый малыш, которого защищает наш браво. Лицо у малютки уже имеет классический раскрас всех без масок – белый череп. Сам бомбина помещен в инкубатор и его тельца мы не видим. А инкубатор закрепляется на спине лучника с помощью ремешка. Многие считают лучника классическим Тумороу Кингом, но все же обращу ваше внимание на несколько ярких отличий от первых версий. Тело, руки и ноги стали более массивными и рельефными. Для реалистичности дизайнеры добавили кадык, как яркое отличие мужского пола. А голова теперь может вращаться отдельно от шеи. А на сегодня у нас все. Ставьте лайк видео, не забывайте подписываться на канал, ссылочка под видео, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Рассказывайте о нас своим друзьям, а мы и дальше будем радовать вас невероятными фигурками. Всем пока!